Я уверен, все знают, что гольф это элитарный и дорогостоящий вид спорта. Абонемент может стоить сотни тысяч и даже миллионы долларов. А зарабатываются эти деньги трудно и по-разному. Вот, например, компания Mazda обязательно попробует заработать десятки и даже сотни миллионов долларов на своей новой модели. Mazda CX-30. И я уверен, что этот автомобиль также ждут в Украине. Во-первых, потому что это компактный кроссовер. Во-вторых, потому что это честный компактный кроссовер. У него есть система полного привода. Ну и изюминка на тортик – это, конечно же, абсолютно новый мотор, который называется Sky Active X. И по сути это объединение дизельных и бензиновых технологий. Так что оставайтесь с программой «Две лошадиные силы». Будет интересно. Конечно же, в первую очередь Mazda CX-30 – это очень симпатичный автомобиль, очень яркий автомобиль и очень узнаваемый. Если вы посмотрите на переднюю часть, вы сразу скажете – это Mazda. Если посмотреть на автомобиль сбоку, то он выглядит гораздо гармоничнее, чем, например, хэтчбэк Mazda 3. Хотя эта машина построена на ее платформе. Обратите внимание на вот эти вот пластиковые накладки на крылья и на боковину автомобиля. Конечно же, это намек на некоторые оффродные претензии. Машина, хотя я уверен, это всего лишь намек и стилизация. Задняя часть вообще великолепна, потому что она не срезана, еще раз повторюсь, как в хэтчбэке. К тому же у нас здесь, как любят говорить наши подписчики, появляются премиальные опции. Открытие. Открытие при помощи кнопки. Закрытие багажника тоже при помощи кнопки. Если вы посмотрите на само багажное отделение, здесь может поместиться приличное количество багажа. Тут 430 литров. Если разложить задние спинки, а они раскладываются, у нас получится 1030 литров. Кстати, клиренс автомобиля, а узнать эту информацию было очень непросто, 175 миллиметров. И это тоже, в принципе, неплохо. И вы, наверное, уже догадались, что Mazda CX-30 это кроссовер, который в линейке будет находиться выше Mazda CX-3, которая построена на базе двойки, и ниже Mazda CX-5, которая построена на своей собственной базе. А вот этот автомобиль, еще раз повторюсь, создавался на базе тройки. Насколько он просторный, насколько он удобный, насколько он эффективный, мы будем узнавать дальше. Но то, что он красивый, для продаж очень и очень важно. Просто поверьте. Наш тест-драйв проходит в очень живописных местах по маршруту Барселона-Жирона. Но, честно говоря, впервые за 16 лет тестов на околицах Барселоны у нас такая отвратительная погода. То солнце, то ветер, то дождь, то слякоть. Периодически у нас даже отрубается активный круиз-контроль, потому что радар не может понять, мы едем или уже плывем. Тем не менее, я надеюсь, что картинка у нас получится интересная. А теперь давайте поговорим о дизайне интерьера автомобиля. Для тех, кто хорошо знаком с новым поколением Mazda, здесь внутри салона практически ничего не поменялось. Для тех, кто не знаком с дизайном интерьера автомобиля, обязательно посидите в автомобиле. И вы поймете, что такое внимание к деталям, что такое внимание к дизайну, к внешности деталей и к тактильным ощущениям от этих деталей. Кроме того, вы также поймете, что такое эргономика внутри автомобиля. Мне, например, очень нравится, что здесь немножко изменили торпеда. И складывается впечатление, что я нахожусь за рулем спортивного автомобиля. Даже вот эти дефлекторы, воздуховоды развернуты ко мне. И, конечно же, это создает некую интимную и доверительную обстановку для водителя. Да-да, все та же история японская, которая называется джимбо и тай. Единение всадника и лошади. Если убрать японскую философию, то в максимальной комплектации вы получаете отличный салон, где все находится на своих местах и при этом выглядит лаконично. Мне очень понравился новый интерьер, который называется Navy Blue. Там все очень здорово. И, в общем, мне также нравятся вот эти вот темно-коричневые вставки, которые разбавляют суровую реальность черных салонов. Что касается общей архитектуры салона, то здесь все практически как в тройке. Прямоугольный экран мультимедийной системы. Управление мультимедийной системой при помощи специальной шайбы а-ля iDrive. Щиток приборов с большим цифровым дисплеем и двумя аналоговыми приборами. Естественно, трехспицевый мультифункциональный руль. С левой стороны вы можете увидеть блок кнопок, который отвечает за безопасность, а также включение, например, камеры. При этом камера у нас не только с обзором на 360 градусов. Я зуб даю, что у нас теперь камера с очень качественной картинкой. Если посмотрите на центральную консоль, очень лаконичный двухзонный климат-контроль. Ничего лишнего здесь нет. Ну и понятное дело, что в автомобиле такого уровня вы встречаете подогрев руля и подогрев сидений. Вентиляции, кстати, сидений я здесь не нахожу. Вот это вопрос. Партнер программы Nano-Protect. Естественно, у нас есть кнопка старт. Естественно, у нас бесключевой доступ ки-лес-го. Естественно, у нас есть электрический ручник. Подлокотник тоже на месте. По тактильным ощущениям мягкий. Приятно положить руку и сюда, и также на подлокотник на двери. Все продумано от и до. Кроме того, мы получаем память сидений для водителя. Мы получаем музыкальную систему Bose с каким-то умопомрачительным количеством динамиков. И еще раз повторюсь, у нас есть багажник, который открывается с кнопки при помощи электротяги. Что касается систем безопасности, то здесь их огромное количество. У нас есть удержание автомобиля в полосе движения. У нас есть адаптивный круиз-контроль, который, если вы не пытаетесь проехать в дождь, который стоит непонятной стеной, работает очень неплохо. Удерживает дистанцию между автомобилями, вовремя вытормаживается, вовремя разгоняется, и все выглядит очень прилично. Естественно, я по-прежнему утверждаю, что проекция на лобовое стекло – это абсолютно гениальная вещь, и в Мазде она на сегодня выглядит очень продвинута, потому что у нас есть распознавание знаков, у нас есть информация о том, с какой скоростью вы передвигаетесь. У нас очень качественно дублируется навигационная система. Я практически не смотрю на этот монитор, потому что, конечно же, мне очень удобно не отводить взгляд от дороги, и не просто удобно, мне безопасно. Каковы же технические характеристики автомобиля? Я уже говорил, система полного привода присутствует, шестиступенчатая автоматическая коробка передач, мотор у нас двухлитровый, бензиновый, два литра, невероятной мощности агрегат, 122 лошадиные силы, 213 или 214 ньютонов крутящего момента, это mild hybrid, что автоматически означает, вместе с этим мотором работает стартер-генератор, у нас есть также литиевая батарея, у нас электромеханические тормоза для того, чтобы рекуперировать энергию, и у нас есть даже бортовой преобразователь, бортовой сети 12 вольт и стартер-генератора 24 вольта. Мало того, вот этот самый мотор имеет систему деактивации работы цилиндров, то есть, когда мы едем медленно и неспешно, у нас отключается первый и четвертый цилиндр для экономии топлива. При этом, знаете, какой у нас средний расход топлива? 7,4 литра. Сейчас, я уверен, огромное количество наших подписчиков позбивают пальцы в кровь и начнут писать, а зачем настолько высокотехнологичный мотор с мягкой гибридной системой, с отключением цилиндров, с этими всеми танцами с бубнами, если расход топлива 7,4 литра? Ну да, мы знаем, что в истории автомобилестроения была компания, которая делала очень экономичные и при этом очень быстрые моторы, и это было гениально, но впоследствии она заплатила штрафом на сумму что-то около 20 миллиардов долларов. Поэтому Мазда всячески, всячески пытается избежать вот таких вот грандиозных штрафов и показывает честный расход, а также показывает, что она способна отвечать стандартам Евро-6 и Евро-6 Д. И да, действительно, даже с мягким гибридом машина демонстрирует не грандиозные динамические характеристики. На нашем тесте лучший разгон Мазды СИХ-30 с таким мотором это 12,5 секунд в режиме спорт. Не в режиме спорт, это 12,7. И вот прямо сейчас огромное количество наших подписчиков снова сбивает пальцы в кровь для того, чтобы написать, боже, на что мы потратили свое время, зачем мы целых 6 или 7 минут смотрели тест-драйв с этим овощем. Спокойно. Прямо сейчас специально обученные люди из представительства Мазды в Украине устраивают на японском заводе кровавую баню для того, чтобы наш потребитель получил двухлитровый бензиновый mild hybrid мощностью 150 лошадиных сил. И эта вероятность крайне высока. При этом прямо сейчас отвечаю на второй суперсложный вопрос. Я никому не врал. Мы также сегодня протестируем Мазду с мотором Skyactiv-X. Вот с теми гениальными гибридными технологиями. А пока же давайте еще поговорим о том, что же на самом деле умеет новая Mazda CX-30. Вы помните, я говорил о том, что в автомобиле предложена система полного привода. Естественно, будет и передний привод. Потому что я так подозреваю, что разница в цене передний и полный привод будет 70 тысяч гривен. И вот здесь у нас, знаете, аудитория покупателей делится на две группы в лице одного человека. Пока не нужно смотреть на калькулятор продавца в салоне, все приходят покупать настоящий полноприводный кроссовер. Потому что люди не могут жить без бездорожья. Они вообще никогда не ездят на асфальте. Их жизнь это сплошной camel trophy в условиях киевской пробки. Но при этом вот это вот клацание калькулятором в салоне Мазды отрезвляет даже самого оголтелого Индиану Джонса. 90 или 80% любителей полного привода мгновенно голосуют за передний привод. Потому что оказывается, что а куда я буду ехать на своем полном приводе? Я же даже когда к теще на дачу еду, там асфальтовая дорога. И поэтому я думаю, что основные покупки Мазды СИХ-30 это, конечно же, передний привод. Но вот те самые 20% покупателей должны услышать правду. Здесь модернизированный полный привод. Здесь J-Vectoring Control. Это означает, что в поворотах автомобиль способен распределять крутящий момент между осями. И когда вы заходите в поворот, вы условно едете больше на заднем приводе. Когда вы ходите, добавляется передний привод. И таким образом вы, во-первых, проезжаете эти повороты стабильно, безопасней и даже несколько фаново. Подвеска. Это еще одна компромиссная история современной Мазды. На самом деле сзади здесь, несмотря на систему полного привода, установлена торсионная балка. Конечно, хотелось бы посмотреть снизу, как это все устроено. Но факт остается фактом. Обычно потребитель сразу после слова торсионная балка привык к тому, что в повороте у автомобиля должно отрываться заднее колесо. Или все должно грохотать. Или все должно выглядеть беспородно. Должен вас уверить, что Мазда CX-30 рулится достаточно надежно. И при этом подвеска выглядит крепко сбитой и энергоемкой. У меня даже начали закрадываться подозрения, что на легком бездорожье эта машина не будет выглядеть беспомощно. И у вас там окончательно не развалится позвоночник. Потому что автомобиль будет противостоять как легкому асфальтовому бездорожью, так и обычному. Отдельную благодарность мы все дружно должны высказать всем тем журналистам и потребителям, которые рассказывали и писали Мазде о том, что у них не очень хорошая шумоизоляция салона. Особенно это касалось тройки. В тройке все исправлено. В CX-30 все вышло на новый уровень. Совсем недавно мы тестировали конкурента Мазды CX-30. Это Kia Exeed. И уж поверьте, там шумоизоляция гораздо хуже, чем здесь. Вот в CX-30 все тихо, все спокойно. И все очень здорово в этом плане. Что касается посадки водителя, мне здесь все нравится, мне комфортно, мне достаточно жизненного пространства. Единственное, иногда кажется, что чуть тесноватые сидения, которые, наверное, в первую очередь создавались под японскую фигуру. Впрочем, возможно, я не прав, потому что эта машина также будет продаваться и на американском рынке. И вот там, наверное, будет еще больше вопросов, чем у меня. И вы, наверное, понимаете, почему. Теперь давайте поговорим о том, будет ли Мазда CX-30 популярна на украинском рынке. Как показывает Big Data, обычно форм-фактор кроссовер SUV, хороший дизайн и хороший дизайн интерьера – это 70% успеха. Все остальное – это не технические характеристики. Все остальное – это хороший баланс между ценой и качеством. Что такое хороший баланс в случае с Маздой CX-30? По моему мнению, максимальная комплектация Мазды CX-30 должна стоить столько же, сколько начальная у Мазды CX-5. Но я также уверен, что это не произойдет. По той простой причине, что за эту машину попросят больше денег. Возможно, будут какие-то преференции, если вы покупаете автомобиль с передним приводом, с каким-то дохлым мотором. Но если мы говорим о максимальной комплектации в системе полного привода и бензиновом моторе в 150 лошадиных сил, то здесь все может быть неоптимально. Что касается мотора Sky Active X, который мы по-прежнему сегодня будем тестировать, то, как показывает информация с польского рынка, в любой комплектации, если вы добавляете мотор Sky Active X, это автоматически плюс 5000 евро к стоимости авто. И вот здесь, конечно, навряд ли, навряд ли будет очень много украинцев, которые доплатят за этот мотор целых 5000 евро. Это может быть 10% от стоимости автомобиля, если не 20%. Пункт номер два. Понятное дело, что Mazda CX-30 будет конкурировать с огромным количеством компактных кроссоверов на украинском рынке. Но здесь у нее много аргументов, и она легко поборется. Другое дело, что именно вот эта модель внутри марки может сканнибализировать Mazda 3 и Mazda CX-3. При этом у меня есть, знаете, стойкое ощущение того, что дистрибьюторы это не очень расстроит, если они очень неплохо заработают именно на этой модели. У них и так будет все неплохо. Mazda CX-5 бестселлер. Еще один бестселлер в лице Mazda CX-30 им очень пригодится. А то, что тройка и Mazda CX-3 у нас это нишевый продукт, то это было, очевидно, с самого начала. Так что, думаю, моя ставка на CX-30 точно сыграет. Когда? Это хороший вопрос. Насколько я понимаю, первые поставки этого автомобиля на украинский рынок состоятся весной. Что касается цены, то здесь не просто полумрак, здесь полный мрак, потому что, еще раз повторюсь, сегодня представительство Mazda ведет ожесточенные переговоры с заводом для того, чтобы четко понимать, какие будут моторы, будет ли Sky Active X и какую цену японцы предложат для украинского рынка. А вот то, что украинский рынок готов к Mazda CX-30, я в этом полностью уверен. Как минимум, я точно готов, потому что у меня в семье есть хэтчбэк Mazda 3, и я бы с удовольствием проапгрейдил свой хэтчбэк до такого симпатичного и высокотехнологичного автомобиля. Конечно же, при условии мощности в 150 лошадиных сил или наличии мотора Sky Active X. Но по поводу X-30 я пока только предполагаю. Мы добрались до Mazda CX-30 с мотором Sky Active X. Японцы утверждают, что это революционная разработка, которая соединила в себе лучшие, лучшие стороны бензинового мотора и дизельного. Что они сделали? Все очень просто. Они постарались побороться не за мощность мотора, а за его максимальную эффективность. Потому что, как вы прекрасно знаете, ДВС своей эффективностью похвастаться не может. Огромные потери тепловые и много других побочных эффектов. Именно поэтому японцы сосредоточились на том, чтобы в цилиндрах смесь сгорала максимально эффективно и отдавала всю свою энергию мотора. Для этого в этом Sky Active X просто гигантская компрессия, как в дизельном автомобиле. И сама, собственно, смесь загорается от давления. При этом также используются и бензиновые технологии зажигания смеси. В общем, невероятный гибрид, в который также имплантирован mild hybrid. Это означает, что здесь есть стартер-генератор, литий-ионная батарея и все остальные аксессуары. Правда, нет отключения цилиндров, потому что это было бы уже слишком. Что мы получили в результате? Мы получили 2 литра, 180 лошадиных сил и 224 ньютона крутящего момента. Сейчас, когда я еду в режиме овощ, наш мотор показывает расход топлива 3,9 литра. Но, честно говоря, я просто дую на педаль и прямо сейчас сделаю для вас, наверное, фотографию этого расхода. Потому что начну ехать быстрее, а расхода мы больше не увидим. И вы будете рассказывать, что я в очередной раз вас надул. В общем, расход топлива, как только я начинаю ехать быстро, естественно, возрастает. У нас здесь механическая коробка передач. Кстати, на пресс-конференции я спрашивал разработчика этого мотора о том, какая разгонная динамика. От 0 до 100 сколько едет машина, хотя мы понимаем, что основная задача была не надуть мощность. И знаете, какой ответ я получил? Вы знаете, я не помню, какая динамика у автомобиля. Посмотрите в пресс-релизе. В пресс-релизе не указана динамика автомобиля, но мы взяли с собой, естественно, дрифтбокс. Мы теперь его берем везде и всюду. И что же у нас получилось? Если помните, обычная CX-30 у нас разогналась за 12,5 секунд. Skyactiv-X разгоняется быстрее. Это быстрее 10,5 секунд. Это означает, что революционный мотор Мазды Skyactiv-X быстрее менее революционного овощного мотора Skyactiv-G на 2 секунды. Стоит ли из-за этих двух секунд доплачивать 5000 евро? Вы знаете, это очень интересный и, я думаю, философский вопрос, потому что для людей практичных как бы вся эта история не очевидна. Что же у нас получается с расходом топлива? Вот сейчас я начал ехать более активно. Мы выросли до 5,2 литров и даже вот уже до 5,8. В общем, неоднозначное у меня ощущение от Skyactiv-X. Очевидно, что он поэффективнее, чем обычный Skyactiv-G. И вот здесь возникает вопрос, тянет ли вот этот мотор на настоящую японскую ДВС-ную революцию? С одной стороны, да, мы получили при объеме 2 литра практически такие же характеристики, как показывает Skyactiv с объемом 2,5 литра. С другой стороны, потребители, конечно же, ожидали чудо. В моем понимании чудо это когда вот такой вот автомобиль с этим мотором разгоняется до сотни за 7,5 секунд. При этом расход топлива у него 6,3 литра. Но этого пока не происходит. 6,3 литра я вижу, а разгона до сотни в 7,5 секунд на этом моторе, поверьте мне, не будет никогда. По крайней мере, при этих настройках. Какой же вывод из всей этой истории? Думаю, что всем нам, любителям Мазды и людям, которые ждут этот кроссовер в Украине, имеет смысл дождаться мотора Skyactiv-G, но с мощностью 150 лошадиных сил. И не переплачивать как минимум 5 тысяч евро на старте. Что будет со Skyactiv-X позже? Какова будет на него цена? Может быть, японцы изменят политику? Может быть, японцы поднадуют этот мотор? Это все, знаете, история 20-21 года, где уже у Мазды появятся полноценные гибриды, а где-то вдалеке начнет брежет первый полноценный электрический автомобиль. Да, в общем-то, я намекаю вам на то, что Skyactiv-X подзадержался со своим выпуском. Лет 8 назад это была бы настоящая бимба. Сегодня потребитель хочет либо понятный двигатель внутреннего сгорания, который стоит недорого, или хочет доплатить за гибридную или электрическую версию. И даже Мазда против моды, против тренда и теории больших чисел ничего противопоставить не сможет. Надеюсь, что все зрители, которые покорно просмотрели вес-тест для того, чтобы добраться до технологии Skyactiv-X, хотя бы частично удовлетворены. Первое впечатление о моторе они услышали, а дальше будем ждать, когда все эти машины доберутся до Украины, где мы сможем сделать нормальные сравнительные тесты и прогнать эту машину по всем кругам ада. Вы смотрели программу «Двилошадиные силы». Меня по-прежнему зовут Рауль, а вы по-прежнему просто обязаны подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok